Родной город, первая школа, родные стены. Выдающийся российский скрипач Вадим Репин посетил Новосибирскую специальную музыкальную школу. Именно здесь пятилетний Вадик начинал свой творческий путь. Приходить сюда, в эти стены, совершенно другое ощущение и большая радость. Научила играть на скрипке будущего маэстро Наталья Гатиатулина. Она же и порекомендовала ему заниматься в этом колледже. А первым педагогом талантливого мальчика здесь стал Захар Брон. С тех пор Репин из подающего надежды подростка превратился в настоящую звезду мировой музыки. Однако виртуоз до сих пор с трепетом вспоминает свою альма-матер. Это совершенно другой мир на сегодняшний день. То, что Марченко, мне кажется, посвятил всего себя этому лицею. Это не то, что достойно удовольствия, а своего рода поклонения. Поэтому потрясающий зал и замечательные ученики, которые каждый год мы наблюдаем, и они делают фантастические успехи. Сам Вадим Репин тоже старается не забывать молодое поколение. В новой программе «Бок о бок» с выдающимися музыкантами будет выступать ученица второго курса именно этой музыкальной школы Анна Танака. В прошлом году девушка уже выступала с Вадимом Репиным на фестивале и сумела покорить его музыкальное сердце. Она была частью как бы детского проекта «Дети детям», да, но мне кажется, она настолько уже выросла как личность и потрясающе играет на инструменте, что в этом году она уже просто участник фестиваля, мы играем камерную музыку вместе. Так что я надеюсь, что через несколько лет другие участники сегодняшних детских концертов будут также принимать участие уже как бы не в детских программах. И это большое счастье, конечно, потому что играть с такими большими музыкантами – это просто одно удовольствие, мне очень интересно. Теперь Анна будет выступать не как ученица, а как самостоятельный музыкант. На одной сцене с 18-летней девушкой, помимо Вадима Репина, будут играть Константин Лившиц, Александр Князев и Максим Рысанов. На вопрос о таланте Анна не отвечает, а лишь застенчиво улыбается. Грядущее выступление девушка воспринимает как самый большой шанс в жизни. Я хочу гастролировать, конечно, и выступать со всеми, ну не со всеми, со многими музыкантами. Вот. И, ну, вот это выступление для меня – это как, ну, начало моей творческой пути, наверное. Вот. Начнется творческий путь юной сибирячки уже завтра. Увидеть и услышать музыкальное сочетание молодости и опыта можно будет в главном зале Новосибирской филармонии. Александр Шарудила, Александр Заречный, 8 канал Новосибирск.